Рад приветствовать вас! Меня зовут Владислав Рязанцев, я один из координаторов леводемократического движения Левый Блок. Мы боремся за социальную справедливость, за свободу и равенство для каждого человека. Преследование активистов – это будни несистемной оппозиции, и наше движение не стало здесь исключением. В 2015 году на меня пытались возбудить уголовное дело за размещение видеоролика в российской социальной сети ВКонтакте. В январе 2017 года в центре Ростова-на-Дону на меня произошло нападение пятью проплаченными нацистами. Помимо меня репрессиям подвергаются и другие активисты Левого Блока, в частности в Томске. На активиста Максима Шульгина также заведено уголовное дело по так называемой экстремистской 282-й статье. Его пытали, помимо того, что его пытали в день задержания, позднее его пытали для того, чтобы он отозвал свою жалобу на действия сотрудников спецслужб. Его также привезли в отделение силовых структур, где его пытали и обманом заставили отозвать свое заявление о пытках. 22 августа 2016 года в Москве на съемной квартире на Варшавском шоссе группа оперативников был задержан активиста Левого Блока из Ульяновска Данила Алфериев, который обучался в московской аспирантуре. Оперативники доставили Алфериева в Ульяновск, где ему предъявили постановление о возбуждении в отношении него дела по 282-й так называемой экстремистской статье. Во время президентских выборов в Москве нам выламывали двери штаба, одному из активистов выпилили дверь болгаркой и оставили его в статусе свидетеля по уголовному делу, не имеющего никакого отношения к нашей организации. Уже на протяжении нескольких лет сотрудники полиции и других силовых структур срывают антивоенное мероприятие, которое проходит так называемый День защитника Отечества. Мероприятие. Каждый случай преследования наших активистов мы пытаемся сделать достоянием общественности. Ввиду практически полного отсутствия в России свободных СМИ, мы задействуем интернет, в первую очередь соцсети, проводим видеостримы, используем граффити рейды, используем листовки и стикеры, проводим публичные мероприятия против репрессий. Мы надеемся, что гласность поможет решить проблему преследования активистов и непрекращающихся репрессий, поможет избежать абсолютного превращения силовиков в инструмент подавления всех свободных, всех неравнодушных к судьбе нашей страны людей. Иннокомыслящий, свободный человек не должен рассматриваться как экстремист, как террорист, как враг народа и общества. Несмотря на все угрозы, давление и все эти трудности, которые создает нам государство, левый блок продолжает свою деятельность. Хочется пожелать всем гражданским политическим активистам никогда не останавливаться, несмотря на все трудности, и добиваться своих целей. Субтитры создавал DimaTorzok